Здравствуйте! Вы смотрите новости дня. Корреспондент ОРТ и я, Вячеслав Кампе, готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. Спонсор выпуска – клиника «Варикоза.нет». Лазерное лечение варикоза – это щадящий и наиболее эффективный способ лечения варикозной болезни. Анализы до процедуры, современный лечебный трикотаж и четыре повторных приема у лечащего врача в подарок. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. А теперь коротко главные темы выпуска. Год педагога и наставника в Оренбурге считать открытым. Символический старт дает губернатор. Светлые классы, спортзал и уютная столовая. В Курманаевке после капитального ремонта открылась современная школа. Протекающие трубы и падающая с потолка штукатурка. Когда жителям дома коммунального заселения ждать ремонта? Отметят новоселье. На улучшение жилищных условий многодетных семей в Оренбурге направят больше 150 миллионов рублей. Не дорога, а сплошная колея. Как в поселке Энергетик решают зимнюю проблему. Спортивный праздник для любителей активного отдыха. Накануне в областном центре прошел традиционный вечер на коньках. Начинаем с официальных новостей. Губернатор Денис Паслер дал символический старт году педагога и наставника в Оренбурге. В мероприятии в режиме видеосвязи приняли участие больше 15 тысяч педагогов школ, учреждений дополнительного и профессионального образования со всей области. Дорогие коллеги, мы рады приветствовать вас на открытии года педагога и наставника. Церемония в необычном формате. За президиумом губернатор Денис Паслер, министр образования Алексей Пахомов и ректор педагогического университета Светлана Алешина. Обращение направлено ко всем наставникам и педагогам нашего региона. Более 15 тысяч зрителей смотрят трансляцию. А после глава региона пообщался с юными журналистами. Подопечные Оренбургского детского новостного канала задают губернатору свои вопросы. Главный, каким должен быть наставник. Человек, который легко и профессионально настраивает коммуникации между людьми. Человек, который нацелен на результат. И человек, который заинтересован, во-первых, в передаче своих знаний и навыков. Во-вторых, чтобы передать их как положено и научить всему самому лучшему, для того, чтобы в последующем и ему не было стыдно. Воспитатели и педагоги должны обладать не только большим опытом. Быть заботливым и создавать для своего подопечного комфортные условия – еще одна из задач. Мы понимаем, что к этому человеку можно обратиться с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, с тем, что наболело, и получить решение, получить ответ, получить тот подход к данному вопросу, который позволяет его решить. И вот от этого уже строится авторитет человека. Именно такого человека мы считаем наставником и обращаемся к нему. В этом году для педагогов пройдут десятки форумов, конференций и фестивалей. Особое внимание уделят новому федеральному конкурсу «Первый учитель», в котором принять участие намерены и оренбургские преподаватели, и наставники. В Курманаевке после капитального ремонта открылась современная школа. Образовательное учреждение в этом году отмечает юбилейную дату. На торжественном мероприятии побывали корреспонденты ОРТ. Двухэтажное яркое здание притягивает взгляды селян. После капитального ремонта Курманаевская средняя школа распахнула свои двери для учеников. Торжественные речи, перерезания красной венточки, из-за учебники и новые гаджеты. Руководство района, представители Министерства образования области благодарят строителей и отмечают их грамотами. Из успешной школы в успешную жизнь. Я думаю, что так оно и должно быть. Школа стала обновленной, современной. Я надеюсь, что в этой школе будут использоваться преподаватели все возможные приемы, технологии, для того, чтобы вы получили качественные знания, грызли гранит на уте так, чтобы треск стоял, и мы слышали везде вокруг Курманаев. Школьники и учителя не узнают здание своей родной школы после капитального ремонта, но уже с нетерпением спешат приступить к учебному процессу, а учиться обещают только на дне пятерки. Школа стала более уютной, просторной, светлые коридоры, оборудование новое. В этом году 55 лет со дня того, как была построена эта школа, поэтому где-то 10-15 лет мы очень стремились к тому, чтобы у нас были преобразования. И вот 2022 год, великолепный год, когда мы можем сказать, что наша цель достигнута. Спортивный зал, приспособленный для всех видов спорта. Уютная столовая, новая сантехника. Все для комфортной учебы, отмечают в областном министерстве образования. Школа рассчитана на 800 учеников. Пока же в ней будут учиться 640 школьников. Под одну крышу после капитального ремонта теперь вернутся более 200 ребят, которые были вынуждены обучаться в двух отдельных корпусах образовательного заведения. Это практически, можно сказать, новая школа. После такого комплексного капитального ремонта, благодаря поддержке и усилиям губернатора Оренбургской области, правительства, сделана колоссальная вещь. Полностью школа обновлена. Она современная, оснащена современным оборудованием. То есть для детей созданы новые комфортные условия. Оренбургия активно принимает участие в федеральной программе модернизации школьных систем образования. В 22 школах области капитальный ремонт уже завершен. Еще в 4 школах работы завершаются. 15 школ будут отремонтированы в текущем году. Александр Криволапов, Алексей Назин. Новости дня. В четверг в торжественном зале правительства региона чествовали лауреатов областного творческого конкурса журналистов, редакции средств массовой информации. Всех тех, кто по итогу конкурса стал обладателями губернаторской премии. В их числе и творческий коллектив нашего медиахолдинга «Планета». В золотом зале правительства области те, кто обычно остается по ту сторону экрана. Сами журналисты, редакторы, операторы и режиссеры. Губернатор приветствует лауреатов областного конкурса и благодарит за качественную и профессиональную работу. В своих публикациях, сюжетах вы рассказывали о рембургцах, о важнейших событиях региона и страны. Поднимали острые и требующие решения вопросы, поддерживали важные общественные инициативы, конечно же, объединяли людей. Большая работа большой команды. В этом году творческий коллектив ОРТ получает специальную премию губернатора за организацию акции, которая получила широкий общественный резонанс. «Шествие Бессмертного полка» наш телеканал показал в прямом эфире, благодаря чему участие в ней смогли принять и те, кто не смог лично прийти на проспект Победы в этот день, но мог включить телевизор или присоединиться к нашему эфиру в интернете. Сделать это можно было из любой точки мира и тем самым стать частью масштабной памятной акции. Я считаю, что это очень заслуженная премия, потому что наша команда в этом году сделала большой прорыв в плане вот этого проекта. Несколько лет не было Бессмертного полка ввиду пандемии. В этом году он возобновился. И мы сделали действительно полномасштабный, красивый проект, который шел более двух с половиной часов. Аудитория восприняла с большим интересом это. Это было видно по измерениям, где в этот день канал смотрел большое количество оренбургцев. Впервые в истории губернаторской премии победителем в номинации свой взгляд становится главный режиссер. Алексей Львов тоже наш коллега. Еще один командный проект под его грамотным управлением отмечает жюри конкурса. Авиашоу, которое проходило в рамках празднования юбилея 18-й военно-транспортной авиационной дивизии, смогли увидеть зрители в эфире нашего телеканала. Приятно получать награду за свой труд на таком уровне, потому что это, конечно, повышение какого-то личного профессионального рейтинга. При этом это подъем уровня канала, потому что конкуренция на конкурсе была действительно большая. И, наверное, огромное количество людей и проектов, которые в конкурс не попали, но это все равно является таким неким, наверное, триггером для того, чтобы работать дальше и работать еще более продуктивно. В номинации «Новая волна» победителями становятся сразу два журналиста ОРТ – Екатерина Якобсен и Юлия Тюшевская. Их материалы зрители могут видеть каждый день в информационной программе «Новости дня». Несмотря на то, что номинация для начинающих, наши коллеги уже давно перешли из разряда «Новичок». Знают, как добыть информацию, перепроверить факты и доходчиво преподнести ее зрителю. Очень волнительно, такие смешанные на данный момент чувства. Вроде ты успокаиваешься, когда узнаешь, что у тебя определенное место, там, можно сказать, победа, ты чего-то достиг, заслужил. А с другой стороны ты понимаешь, что это не момент того, что ты должен успокоиться. Это, наоборот, такой мощный толчок действовать дальше, добиваться своих целей и становиться еще профессиональнее. А вот у Тамары Назиной за плечами больше 50 лет работы в СМИ. За это время тысячи тем, интервью, написанных газетных статей. Журналист и сейчас говорит о своей работе с огоньком в глазах. И по-своему читает номинацию «Точка роста», победителем которой и становится Тамара Назина. Точка роста должна быть у любого человека. А вот для журналистов, я считаю, точка роста – это интерес. Вот пока ему интересна его работа, пока ему интересно то, что он делает, с кем он встречается, о чем он пишет, о чем он снимает, он растет. А как только подумал, как все надоело. Вот тут точка. Глаз замылился, перо затупилось, и можно ставить действительно точку. Но я пока не ставлю точку. Всего уже на областной конкурс было подано 135 заявок. На судкомиссии представлено более 500 работ. Жюри отмечает, их уровень год от года растет, а значит и конкуренция в номинациях. Наталья Мороз, Алексей Назин. Новости дня. В Оренбурге полным ходом идет ремонт здания, в котором будет размещена детская поликлиника. Средства на капитальный ремонт выделены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Какие работы ведутся сегодня и что предстоит сделать в ближайшее время, расскажем в следующем сюжете. В конце этого года в Оренбурге появится самая крупная детская поликлиника региона. В бывшем здании администрации промышленного района полным ходом идут ремонтные работы. На объекте работает более 50 человек. В сроки укладываются. Сегодня в этом лично убедился вице-спикер областного парламента Александр Кунеловский, который был в числе инициаторов появления поликлиники именно в этом здании. Идем монтаж электрических сетей, слаботочных систем. Что, скажите, пожалуйста, с утоплением? Разговор шел о строительстве котельной. Котельной, да, нашли. Сейчас закончили проект газовой котельной. Фасад новой детской поликлиники будет отличаться от этой картинки. Здание признано объектом советского конструктивизма. Поэтому от яркого современного дизайна решили отказаться. То, что решение изменено по цветовой гамме, это дается дань общей концепции проспекта Братьев-Коростелевых. Сомнений в том, что объект будет сдан вовремя, никаких нет, по крайней мере, со стороны строителей. На 5000 квадратных метров расположится многофункциональный центр здоровья для маленьких оренбуржцев. В поликлинике будет кабинет педиатров, первичный прием рассчитан на весь северный жилый округ. Кроме этого, конкурентативно-диагностический центр с узкими специалистами, который будет обеспечивать оказание специализированной медицинской помощи детскому населению амбулаторного уровня. Также сюда переедет центр спортивной медицины с улицы Постникова. Планируется, что поликлиника откроет свои двери для первых пациентов в начале 2024 года. После сдачи объекта обязательные процедуры лицензирования. Кадровый вопрос к этому времени будет полностью решен. Светлана Семенида, Владимир Жидов. К другим темам. Кухня без условий, дыра в потолке, тараканы. В редакцию ОРТ обратились жители дома номер 21 по проезду промысловому. По словам оренбуржцев, проживающих в так называемом малосемейном общежитии, они не могут добиться решения проблем в местах общего пользования. В ситуации разбиралась Елена Еремина. Вот дырка, которая, значит, там наверху стоит ванна. Это очень долго текло. Татьяна Вискова с ужасом показывает условия в общей умывальной комнате. Умыться, постирать спокойно не получается. Неудобные раковины, обшарпанные стены – это полбеды. Дыра в потолке беспокоит куда больше. Все, оно отваливается, а на этом месте у них стоит ванная. Вот у нас один душ на всех, а у них там четыре. И ванная. И вот мы боимся, что эта ванная в одно прекрасное время просто на нас упадет сюда. Как говорит женщина, за свою комнату 17 квадратов она платит 4 с лишним тысячи рублей. Только за содержание жилья – 800 рублей. Плюс еще текущий и капитальный ремонт. При этом люди не понимают, на что уходят деньги. В кухне этого дома не то чтобы готовить, даже находиться неприятно. Управляющая компания будто бы забыла про это место. Трубы протекают, электричества нет. Поэтому люди сюда даже не заходят. Помимо этого, арюмбушцы Бояса проснулся от пожара. В одном из коридоров щиток с оголенными проводами. Несколько раз замыкал, мы тушили его своими силами. Есть оголеные высоковольтные провода. У нас очень много детей в блоке. У нас живут все семейные. Мы устали бороться с этим беспределом. Мы хотим, чтобы у нас были хорошие условия для жизни. Мы платим за это деньги. Причем платим очень большие деньги. Жители дома рассказывают, они обращались в управляющую компанию не один раз. Но конкретного ответа не получили. Есть планы на ремонт, но никакой конкретики. Управляющие компании «Западная» поясняют. Проблемы в домах коммунального заселения решаются поэтапно. Сразу на все не хватает, так сказать, средств. В основном средств. Какие-то привлеченные средства, но их просто взять нет. Только может быть за счет жителей. Что-то вешать сверх того, что жители могут, это тоже мы не можем. Поэтому постепенно мы делаем все. То, что касается этого. В этом году мы запланировали начать по ремонту кухон. В прошлом году отремонтированы душевые кабины. Поменяли унитазы, добавляет директор. По его мнению, обслуживающая организация несет ответственность за состояние коммуникаций, подъездов, подвалов, чердака, крыши, фасада. Что делать людям, узнаем у юриста. Водопровод, сантехника, проводка, электропроводка. Если она находится в местах общего пользования, они относятся к индивидуальной собственности жильцов. В таком случае действительно зона ответственности управляющей компании. По этому поводу к управляющей компании нужно обращаться письменно с претензией. Юрист добавляет, обращаться в управляющую компанию для решения накопившихся проблем необходимо и в том случае, если люди проживают по договору социального найма. Елена Еремовна, Семен Воробьев, Новости дня. Сейчас прервемся. Во второй части выпуска вы увидите. Отметят новоселье. На улучшение жилищных условий многодетных семей в Оренбуржье направят больше 150 миллионов рублей. Не дорога, а сплошная колея. Как в поселке Энергетик решают зимнюю проблему. Спортивный праздник для любителей активного отдыха. Накануне в областном центре прошел традиционный вечер на коньках. Это новости дня. Мы продолжаем. Многодетные семьи в Оренбургской области могут воспользоваться социальными выплатами, чтобы улучшить свои жилищные условия. О том, какими программами для этого могут воспользоваться жители региона, сообщают в правительстве области. В 2023 году на социальные выплаты для улучшения жилищных условий многодетных семей будет направлен 151 миллион рублей. Это позволит решить жилищный вопрос около 85 семей. В Оренбуржье реализуется целый ряд госпрограмм по улучшению жилищных условий. Особенное внимание государства малобеспеченным и социально незащищенным оренбуржцам, молодым семьям. Используются прямые денежные субсидии, жилищные сертификаты, семейный капитал и другие формы помощи. Действуют также льготы по семейной и сельской ипотеке. Продолжается реализация программы правительства Оренбургской области «Сельский дом». Благодаря всем имеющимся вариантам решения жилищного вопроса, каждый год несколько тысяч оренбуржцев становятся новоселами. В список получателей социальной выплаты вне очереди ежегодно включаются порядка 10 многодетных семей, которые не имеют жилья в собственности либо по договору социального найма, в которых 5 и более несовершеннолетних или больной ребенок, страдающий тяжелой формой хронического заболевания. Правом на получение социальной выплаты без очереди могут воспользоваться супруги, которые воспитывают ребенка-инвалида и семьи с тремя детьми, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее трех лет, в которых есть несовершеннолетний, достигший 17-летнего возраста. В этом году комиссии Минсоцразвития региона по заявкам муниципалитетов решено предоставить социальную выплату во внеочередном порядке многодетным из Оренбурга, Бузулука, Орска, Саракташского, Бугорусланского, Бузулукского, Крачевского районов, Абдулинского городского округа. Дороги в колеях. В нашу редакцию обратились жители поселка «Энергетик». Они жалуются, что им сложно передвигаться по населенному пункту, причем как пешком, так и на автомобилях. Сложно добраться до поликлиники, тяжело ходить в магазин. На дорогах опасно и детям, и взрослым. Видеоподтверждение публикуют жители «Энергетика». По всему поселку. Дорога вообще, колея ужас какая. Люди опасаются получить тяжелые травмы. Чтобы выяснить, что намерены предпринять муниципальные власти, мы связались с администрацией поселка. Исполняющий обязанности главы постсовета признает – проблема есть. К ее решению уже приступили. На прошлой неделе в поселок «Энергетик» пришел грейдер, причем не среднего класса, а тяжелого класса. Работа ведется, колеи снимаются. Также нам сообщили, что окончательно решить вопрос с очисткой дорог в поселке планируют на следующей неделе. Спортивный праздник для любителей активного отдыха. Накануне в областном центре прошел традиционный вечер на коньках. В этот день любители прокатиться с ветерком и выполнить пируэты принимали 52 катка Оренбурга. В атмосферу зимнего праздника окунулась наш корреспондент Алена Круглова. Несмотря на то, что в Оренбурге работает несколько ледовых точек, центром притяжения стал каток на стадионе Оренбург. Свыше ста человек в этот праздничный вечер встали на коньки, и каждый из них испытывает только положительные эмоции. Вообще отлично, классно. Настроение классное. Вышли с детьми покататься, поиграться. Спасибо организаторам на такой прекрасный вечер, на такое прекрасное настроение, на такой каток. Да, отлично. Спасибо. Мы только пришли, пока хорошо. Очень хорошее настроение. Я не знаю. Все хорошо, все отлично. Да, все здравые ребята. Все хорошо. Спасибо, друг. Спасибо. Все хорошо. Просто кататься, главное осталось учиться. В этом году вечер на коньках приурочен ко дню студентов. Учащихся с праздником поздравил глава Оренбурга. Поздравляю всех наших студентов с этим замечательным праздником. Желаю им настойчивости, не бояться трудностей, смело смотреть вперед и, конечно же, смело идти к своей мечте. И у них обязательно все получится и все в жизни исполнится. Этот вечер на коньки встали все, от мала до велика. Самому младшему участнику праздника 2,5 года, самому старшему 76. На лед этим вечером вышел и министр здравоохранения области Татьяна Савинова. У меня чудесное настроение, потому что сегодня один из самых любимых моих праздников – День российского студенчества. Я глубоко убеждена, что бывших студентов не бывает. Это самый лучший праздник молодости, задора, драйва. Алена Круглова, Семен Воробьев, Новости дня. В Оренбург-Водоканале сообщают об изменениях в порядке оплаты услуг за водоснабжение и водоотведение через Сбербанк Онлайн. Такой порядок действует с 1 января 2023 года. Особое внимание на это просит обратить абонентов, у которых настроен автоплатеж. Для оплаты услуг поставщика ООО Оренбург-Водоканал через Сбербанк Онлайн воспользуйтесь следующим способом. Сканируя QR-код, указанный в правой части единого платежного документа, необходимо выполнить следующие действия. Перейти во вкладку «Платежи», выбрать оплата по QR-коду, навести камеру смартфона на QR-код, ввести необходимые данные, следовать указаниям системы. При отсутствии печатной формы единого платежного документа, необходимо выполнить следующие действия. Перейти во вкладку «Платежи», в разделе «Оплатить» выбрать дом, далее выбрать пункт «Квартплата». В строке поиска «Ввести система город», выбрать строку «Система город», ввести необходимые данные, следовать указаниям системы. Подробная информация размещена на официальном сайте Росводоканал Оренбург. На этом все. Наш эфир продолжает проект «День с ОРТ». А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Подарите ногам здоровье и легкость. Федеральная сеть клиник «Варикоза.нет» приглашает. На лазерное лечение «Варикоза» работают профессиональные флебологи. Записывайтесь. 486-487. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова